Ссылка на безысходность. Данная ошибка предполагает, что некое умозаключение, решение или предложение правильно лишь потому, что, оказавшись в безысходной ситуации, нужно что-то делать, а вносимое предложение вполне попадает под категорию «что-то», как, впрочем, и любое другое. Как комично бы это не звучало, но именно такая риторика нередко стоит за множеством общественных бед, от этнических чисток и погромов до внеочередных парламентских выборов. С неимоверным сарказмом, где писатель Лука рассказывает, как в Эфесе произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал «друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не судьбой. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия». И вся вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря «Велика Артемида и Эфесская». И весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гая и Эристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Между тем одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочное и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. И около двух часов кричали «Велика Артемида и Эфесская». Деяние 19 глава с 23 по 34 стих. В конце концов представитель властей заверил собравшихся, что те услышали, услышаны и с чувством удовлетворенного облегчения все разошлись по домам. И к чему спрашивается был весь этот шум? Хаотические метания вряд ли приведут к цели, тем более если неизвестно, в чем заключается эта цель. Чаще всего в таких случаях наиболее логично бывает не делать ничего, ведь в отсутствие видения невозможно понять, приближает ли вас выбранное решение к чему-то желательному или же отдаляет от него. Но как много усилий в церковных мероприятиях, программах и проектах предпринималось на основании сомнительной мотивации «нужно что-то делать». Наиболее часто в наши дни приходится иметь дело со ссылкой на безысходность, когда заходит речь о глобальных изменениях климата. Какова бы ни была исходная предпосылка, вывод один – надо что-то делать, а не то будет плохо. Но делать это что-то в любом случае надо за счет налогоплательщика, независимо от того, идет ли речь о гигантских правительственных программах в США или введении сельскохозяйственных налогов на пищеварительные газы, испускаемые коровами в Нидерландах. Но действительно ли глобальное потепление вызвано именно увеличением количества атмосферной углекислоты? Ведь среднюю температуру куда сильнее меняет иной фактор изменения солнечной активности. Да и среди парниковых газов угольный ангидрид оказывает не самый сильный эффект – всего от 4 до 20%, а техногенный диоксид и того меньше, он составляет всего лишь 4% от общего его количества. В любом случае скорость потепления за последние несколько десятилетий остается неизменной, в то время как потребление углеводородов выросло более чем шестеро. Самым же сильным глобальным потеплением в истории был всемирный потоп, когда массы горячей воды вылились на поверхность из ее недр. В итоге интенсивное испарение породило мощный облачный покров, привезший к теплым зимам и обильным снегопадам и холодным летним периодам, за которые снег, не успевая таять, спрессовывался в лед. Наступил ледниковый период. Сказанное вовсе не значит, что мы не должны заботиться о природе. Человек был создан, чтобы владычествовать над божьим творением, возделывать и беречь его бытие. 1 глава 28 стих, 2 глава 15 стих. Однако какое отношение к этому имеет политический хайп? Если для решения проблемы глобального потепления нужно что-то делать, уж лучше давайте читать Библию. Это вполне вписывается в понятие что-то делать, а кроме того, крайне полезно и не ведет к наполнению карманов грантопоглотителей за счет наивного энтузиазма активистов и увеличения налогового прессинга на граждан.